МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Узбекистана Шаукат Мирзиёю подчас переговоров у Сочи запросил президента Беларуси Александра Лукашенко наведать с визитом Узбекистану в 2018-м годе. Он даручил присутным членам Урада провести необходную работу, каб визит беларускага лидера в Узбекистан стал знаковым. Шаукат Мирзиёю дадал, что у лютым наступного года в Узбекистане пройдут Дни культуры Беларуси. Гэта будет садзейничать развитию дружелюбных относинов по международам обе двух краин. Президент Узбекистана заявил таксама про готовность своей краины открыть посольство у Беларуси. Протягиваем выпуск. Об установлении по меру одинага податку для предпринимательских и других физических особ ишла размова на сегодняшней сессии областного совета депутатов. Кроме того, было разгледжено еще амаль полтора десятки важных экономичных пытаний. Президент краина Александр Лукашенко подписал шерах нормативных документов, которые регулируют экономичную деятельность предпринимательских и физических особ. Дякуючи новым указам, реализовать приватную инициативу станет больше просто и зручно. Самый напыл на масштабный номер 337 об регулировании деятельности физических особ. Сгодно ему до иснующих 18 видов экономичной деятельности, якими можно займаться без регистрации, додалее еще 12. Умова працавать треба самостоянно, без притягнения наемных работников. Сегодня для этой категории субъектов господарения вызначили ставки одзинного податку, яке будут денежать на протягу года. Гэта величини нижайшая, чем для предпринимальников, и максимально наближены до базовых. Яны дифференцируются у залежности от померу населенного пункта. Подробязная информация об ставках одзинного податку в ближайший час будет опубликованная на сайте Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Меры, которые принимаются для упрощения ведения бизнеса, я считаю, это меры для людей инициативных, которые ищут себя, которые не стоят на месте, а используют ту законодательную базу, которая получает им, улучшит свое материальное благосостояние. Постанье на початок Кастрышника на Гомельщине по заявным принципам ожитивляли свою деятельность каля 2,5 тысяч человек. По новых 12 видах деятельности зарегистровано каля 3,5 тысяч предпринимальников. Причем працу наемных работников выкарыстовуюць усяго каля 250 человек. Гэта значыць, што большая частка субъекта у господаранья при жаданне зможа протягывать свою деятельность у якості физичных особ. Городский поселок Уварович и Будакашалевского района став городом. Такий статус, гэта населенный пункт, отрымав у проекте, реализованным у рамках программы развития ААН. У Вварович и спортсити гэта новая дитячая пляцовка, спортивный городок, тренажерная зала и молодежно-осветницкий центр. Территорию здоровья наведал Олег Сентюров. Бодай одинная причина, по которой пляцовка не выкаристовывается, древняя надвора, якось зараз достатково мостный дождь. Звычайно тут шмат дорослых с детьми. Пляцовка ты будешь запотребованная, что она находится в самом центре поселка. Спочатку доброупорядкования территории, потом доставка грунтов и урежцы непосреднобудовництва пляцовки с выкаристанием специализованной техники. Дитячий городок в Уваровичах будували литерально всем поселкам. Сегодня кожный пятый мясовый жахар относится до категории «дети». Не увлечивать их хитарисы просто немогчимо. Ящерная категория «молодь» — это 40% жахаров Уваровича. Для их в рамках проекта попадавали по особенности новых спортивных городок. Увогли идея зарабить городский поселок территорией здоровья и развития надежить самим жахарам. Местовая улада ее подтримала и подрактовала необходимые документы для удела в международном проекте садейничения развития на местовом узровне у Республицы Беларусь, Европейским Союзом и реализуются программы развития Организации Объединенных Наций. В апреле прошлого года на собрании граждан городского поселка Уваровича наиболее активные и инициативные местные жители внесли предложение совместно работать над созданием образа поселка как территории здоровья и развития, где каждый сможет выбрать себе наиболее интересную для него форму активного досуга. Вот так и родилась местная идея Уваровича «Спортсити». Коли дитяших родов и спортивная плясовка находятся на вольном поветре, а тому их выкрастание у значной ступени залежит от надвора, то молодежно-осветницкий центр разместили у быденку Уваровичской школы. Покой находится по сопку от остальных кабинетов и его деятельность на учебный процесс отмовных уплывов не оказывая. Сфера выкрастания центра от профилактических мероприемств с детьми и подлетками даст устреч с молодыми специалистами и проведение сходу в жахару поселка, тем больше, что набытая аппаратура дозволяя подмассовывать слова конкретными видами прикладами. А вось тренажерная зала в Уваровичах ранее была, правда, находилась у непростоциальном помешканне, а спортивное обсталевание было полностью саморубным. Его участку теперь уже у якости музейных экспонатов можно убачить у новой тренажерной зале, пободаванной у рамках реализованной инициативы. Рамонт помешкания, где некоторых годов изнаходилась непрацующая школьная пральня, зарабили местовые организации и установы. Их работники теперь постоянные наведывальники-тренажерки, як до речи и иншие жахары Уваровичи, спорт-сити. Отдельное время выделено каждой организации и непрофессиональные жители поселка, которые раньше не занимались, могут с нашими учителями-инструкторами три раза в неделю тоже заниматься в этой комнате. Олег Синчеров, Евген Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Будокошалевский район. У подорожа по Гомельским полесе отправилась замежная делегация представников шести краин. Сирот гоноровых гостей – посол Злучиного Королевства Великобритании и Пауночной Ирланды в Беларуси Фион Агиб. Поездку знакомства с нашей областью организовало Управление спорту и туризму Аблова Конкама. Чем цикавы, по дневу-усходний регион Беларуси для замежных туристов, доведалась Аганна Каральчук. Двухдзённая подорожа по Гомельским полесе – это рекламно-информационный тур, у який запросили представников замежных установ, туристичной индустрии и потенциальных инвесторов. 15 гостей из России, Украины, Хорваты, Великобритании, Бельгии и Эстонии отправились ознайомиться с головными славутостями Гомеля, Мазыра, Турова и Национального парка Припятске. Посол Злучиного Королевства Великобритании и Пауночной Ирланды в Беларуси Фион Агиб приехала у Гомелю другий раз и привезла свою мать. По словам дипломата, Палацево-парковый ансамбль – это уже важкая причина наведать областный центр. Однако для развития регионального туризма термин безвизового знаходжения у Беларуси лепш повеличить. Очень хорошее решение создать безвизовый срок. Но пять дней, когда первый день – это день приезда, и в пятый день – это день, когда вы уезжаете, есть три, просто три дня, чтобы посетить страну. Это мало посетить страну, кроме Минска. Надо увеличить срок 10 дней или даже месяц. Гэта поездка повинна стать добрым штуршком для повышения цекавости замежных туристов и умоцования имиджу Гомельской области у международной супольности. У гэтым бачить свою задачу и английский письменник, аутр доведника по Беларуси Найджел Робертс. И он зараз працует над четвертым выданием книги. И шукая новые местцы, гостиницы и рестораны, про якие расскажет на сторонках доведника. И коли Гомель и Мазыра англичанину добра знакомые, то у тура в Йонгейдзе у першиню. На пытание, чым цекавая Беларусь замежным гостям, мистер Робертс отказывая – усим. Для большинства заходных туристов Беларусь – терра инкогнито, именно витах эта неозведанность притягивая. Гости с Запада, из Великобритании, Америки, ничего не знают об этой стране. Всё, что они здесь видят, они видят в первый раз. Это и природа, и история, и церкви, музеи, культура и советская история. Тем не менее, западным туристам до сих пор достаточно тяжело путешествовать по всей стране, если они не знают русского или белорусского языков. В таком случае поездка в одиночку отпугивает. После экскурсии по Гомельским Палацово-Парковым ансамбле делегация отправилась в Мазыр. Другий день тура включая визиту Национальный парк Припятский и один из самых старожитных городов Беларуси – Туров. О кроме историчных славутостей у туристов наведают молочный комбинат, где постпробуют сыр белорусской вытворчасти. Ганна Корольчук, Валерия Гапанько, телерадио-компания Гомель. Семья Давыдовых с Добрышского района заняла другое место у республиканским финале конкурсу «Уладар-Сяла». Андрей и Татьяна Давыдовы и их семигодовая дачка Галина – пероможцы областного этапу. У финале яны издевили усих уласноручно створными иконами. Семья так сама представила рецепты стародавних белорусских страв, які передаются с поколения у поколения. Пероможцей конкурсу селета стала семья Литвяных с Копыльского района Минской в области. Мама Аньол – такое означение стало назвой акции Гомельской областной организации Белорусского союза жанчин. Мероприемство, примиркованное до дня мати, пройшло сёння у областной детячей больницы медицинской реабилитации. Его головными гостями стали жанчины, які выховують детей-инвалидов. Подробязности у Ханны Ковалёвой. Быть мати – великая отказность. У двоя, коли доводится выховывать дитя с особливым лёсом. У Гомельской областной детячей больницы медицинской реабилитации отримливают специализованную меддопомогу маленькие пациенты из всей Краины. Яны мают особливости психофизичного развития и инвалидность. Матшина подтримка им потребна литерально кожную секунду. Тому гэтей жанчины для своих детей по сутности Анюлы Аховники. У меня мальчик, ему 6 лет. Мы стараемся на реабилитациях выполнять практически всё. Мы родились недоношенные. Ну, знаете, во-первых, сложность в том, что как бы ещё у нас общество не привыкло, что у нас есть такие дети. Но, вы знаете, когда он обнял и сказал, вот мамочка, я тебя люблю, это совсем другое, это очень многого стоит. Удвоя тяжей, коли батьки не вытремливают выпробования и покидают семьи. Мамам доводится выховывать детей самостоинно. За постоянной реабилитацией яны отмавляются от карьеры, жановчего счастья и часто отмахчимости вылучат для себя навод одну годину. Тому, с нагоды Дня Мати, Гумельский областный союз Жанчин суместно с Гумельским медколледжем вырошу организовать для таких мати маленькие выходные. Один с покоя в больнице перетворился у импровизованный салон прыгажости. Лепшие цирульники и визажисты провели майстер-класс, створили прическовый макияж мамы маленьких пациентов. В обычном житии у них на это нема часу. Вообще из Октябрьского района не местная. Здесь мы каждые полгода с ребенком на реабилитации и выбраться куда-то времени никогда нет. Потому что еще успеваем работать, еще есть дети в школу ходят и естественно остальное все время посвящаю своему ребенку. И вот сегодняшнее событие, которое здесь со мной произошло, ну наверное, я не знаю в чем сравнить, может быть новогодняя сказка какая-то. Волонтеры медколледжи у свою чаргу взяли на себе клопот про малых, наглядали за ими у покоях, а при необходности проводили на процедуры. Даречь и такую инициативу тут реализовали у Першиню. Ее удельницами стали мать и 55 детей за собливостями развития. Почему мы пришли? Потому что многих нет времени, многих нет финансов, мы это все понимаем. И так что мы как лучик солнышка в такую погоду принесли такое вот добро им. Как я не первый раз участвую в таких мероприятиях и хочу сказать, что за душу берет вот эти счастливые глаза, когда они смотрят на себя в зеркало и понимают, что они действительно красивые женщины, у них еще полно сил. Я желаю им, чтобы они не отчаивались и у них все будет хорошо. Вы знаете, что я не одно мероприятие провела, в том числе благотворительное и у нас масса различных совместных проектов с различными общественными организациями. Я всем за это очень благодарна, что никто никогда не сказал «нет». Все откликаются. Но, понимаете, вот это мероприятие мы назвали «Мама-ангел». Ведь действительно для каждого ребенка, который болеет, который инвалид, эта мама – это действительно ангел. У гэтый день у всех мать так само отчакал святочный концерт. Своими артистичными талентами с ними делились волонтеры медицинского колеча и члены Союза Жанчин. Посля вину у них свято отчакали корыстные подарунки. Ганна Ковалева, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гомель». Вечер, когда кино оживает. В концертной зале Палаца культуры чагуношников гучала музыка с фильмами, которые стали сусветной классикой. Тут отбылся концерт сусветной саундтреки 2. Слухачи подшули композиции с таких вядомых киностужек, как «Великий Гэтсби», «Человек-паук», «Ла-ла-ленд» и многих инших. Капстварыць полной погружении у атмосферу сусветного кинематографа, фрагменты стужек транслировалися на великим экране. У концерте были задейничаны больше, как 50 музыкантов державной установы гомельские городские оркестра. Оранжевый уровень небеспеки объявлено в Беларуси 13-го костричника замоцного ветру. На большей часы территории нашей в области чакаются узмацнение ветру порывами до 15-18 метров за секунду. Прогнозуются короткочасовые дожжи. Температура поветра у ночи складе до 13, у день до 12 градусов выше за нуль. Гэты и иншай новины вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by Далее у эфиры спортивный агляд. З новинами спорту вас познайомить Максим Савин.